13-й по счету ежегодный республиканский турнир по шахматам в памяти основателя и первого директора топливно-энергетического колледжа Тухана Цурова открывают почетные гости. К сприветственным словам к участникам турнира обратились глава администрации Малгобегского района Хамзат Алтмурзиев и директор колледжа Мустафа Цуров. Дело, которое вы делаете, полезное и нужное, развивает именно способность умственного человека. Основным вас в республике уклон делается на силовые виды спорта, но ваш вид спорта востребован особенный. Желаю вам всем удачи, думаю, победить сильнейший. В зале стоит полная тишина, прерываемая лишь редким стоком фигурок по доске. 30 игроков и судья, который тщательно следит за ходом каждой партии. За первым столом играет пятикратный победитель этого турнира Тимур Гадоборшев. Шахматами увлекся еще в школе и с тех пор старается ежедневно развивать свои навыки в этом интеллектуальном виде спорта. Играю как могу, в данном турнире я пять раз побеждал и вот никак не могу шестую добыть. Надеюсь, в этом году может все удастся. Здесь очень сильные игроки, здесь есть люди, которые тоже побеждали на этом турнире, на других. Ну, наверное, лидерство уже после пятого тура более-менее прояснится. Сейчас будет борьба за то, чтобы захватить лидерство и дальше его удерживать. Самому взрослому участнику соревнования Магомеду Богатыреву 85 лет. Играть шахматы начал еще в подростковом возрасте. Магомед старается участвовать во всех шахматных турнирах. Он не раз побеждал профессиональных и более опытных соперников. Выигрыш или поражение для него значения не имеет, только удовольствие от самой игры. Не то, что нужно, надо. Поколений надо. И отцам нужно, как говорится, заставлять играть. Шахматы это вообще, не знаю, что я предан на всю жизнь шахмат. И до сих пор играю. И желаю, чтобы все играли. Если кто шахматы играет, он будет более-менее, скажем, порядочным человеком. Шахматы прекрасно тренируют память человека. Во время игры мозг одновременно задействует и долговременную, и оперативную память. Игрок должен запоминать последующие шаги, просчитать ряд возможных ходов противника и запомнить типовые позиции. Всех плюсов и не перечислишь. А судья тем временем подводит итоги первого тура. В чемпионате принимают участие как опытные шахматисты, так и только начинающие. Возраст участников варьируется от 7 до 86 лет. Сам турнир проходит по швейцарской системе. В 9 туров с контролем времени 5 минут плюс 3 секунды каждому игроку до конца партии. Я считаю, что если бы их проводили даже хоть каждый месяц, было бы очень идеально. Чем больше люди играют, тем как бы они больше, как бы и спорт этот шамат становится более популярным. Надо поблагодарить основателя этого турнира. У него как он последовательно, как бы постоянно, не отходя от своих традиций, делает этот турнир, посвященный своему отцу. Из 30 участников только трое смогут получить призовые места. Победителей наградят кубками и грамотами. А также участники, получившие 4, 5, 6 места, получат денежные премии. Микаил Тангиев, Мухаммад Дарсигов, Новости 24.